Всем привет. Вот пришла медпосылка. Заказывал я флягу, точнее, китайскую копию американских флягий НАТО. Стоила она мне практически 12 долларов. Шла она до меня 24 дня. Давайте сейчас откроем быстренько. Упаковано. Упаковано в кордонный ящик. Упаковано. Все, пункта больше нет. Сама фляга. Цвет чехла высылается случайным образом. Ну, конкретно у этого продавца он был случайным образом ссылался. У другого продавца можно было выбрать цвет, но стоил он там у него что-то долларов на 5 дороже. Там 18 или 19 долларов. Я подумал, что цвет не особо-то важен. Главное, самофляга. Самофляга упакована в отдельный мешочек. Еще и завязанная. Хорошего китайца упаковал. Или, может, от завода так были. Вот она. Сама фляга. В принципе, это копия американской фляги. Только наверху на американских некоторых флягах, или на всех, наверху есть система питания, чтобы пить через противогаз. Тут ее нету. С ума внутри какая-то пипенопластовая пробочка. Вроде никакого запаха из фляги нету. У меня есть какой-то слабый запах, но, в принципе, очень слабый запах что-то есть. Но, я думаю, просто промыть ее хорошенько, ее уже не будет. Так, дальше. У нас, как настоящие фляги, предлагается под котельник. Небольшая вставочка. В данном видео я случайным образом начал называть данный котелок, кружку, подкотельником. Заметил я уже это только на монтаже. Так что, я решил только сделать небольшую поправочку. Я не знаю, почему я начал называть это подкотельником. Так как, подкотельник совсем другая история. Точнее, совсем другая вещь. Так что, просьба не писать там гневных отзывов. Ошибся вот так. Что-то на меня нашел, начал называть подкотельником. Надеюсь поймете. Такое вот, из алюминия. Здесь тоже ничего не пахнет. Имеется две ручки. Хромированные. Не знаю, из какого металла. Скорее всего, тоже из алюминия. Самокружка. Что там, так куца намаленько. Тут. Тут. Ничего страшного. Никак не влияет на игрушку. Так и сам чехол. Внизу имеет слив. Исекает чехол. Попадет только, сделанную кривую, не по центру она. Так же, имеется на чехле кармашек. Он предназначен для таблеток, для чины воды. Акватапс или как там еще называются они. Стежок. Стежок маленько неровный. На этом. Торчат немного нитки. Так само можно видеть, что за ткань. Это, не знаю, что-то вроде клеенки, мне кажется. Вся наружная часть, часть клеенчатого внутри, он имеет вот такой вот меховой прослойку. Тоже сделана кривоватенько. Неровно обрезана. Ты можешь делать и аккуратнее было. Ну, в принципе, это сам можно. Ничего страшного. Просто пару мих ножниц поработал, да и все уравнял. В принципе, внутренняя сторона никак не влияет на это. Так же на самом чехле присутствуют две клипсы для крепления на снаряжение на сумках. Насколько я помню, это они предназначены для крепления на системе Элис. Хотя спокойно может закрепиться на моле. Ну что, попробуем. Соберем все вместе. Моя пробка. Вот что закручивается. Лучше просто ровно достать. Пробка что-то брыкается. Если не хочешь нормально закручиваться. До половины закручиваться и все. То есть... Вот. Или она так и должна закручиваться. Я что-то не совсем понял. А, ну да, она так и должна закручиваться. Да, да, все правильно. Так и должна закручиваться просто. Она закручиваться полностью. Остается еще не видно немного резьба. Как бы. Я думал, она должна ее закрыть. Оказывается, нет. Все нормально. Она упирается горлышком. В крюшку и все. А, кстати, так же, как мне известно. Оригинальные фляги НАТО не подходят под вот этот котелок. Он сюда маленько не помещается. Но точно это сказать не могу. Но это надо сравнивать с ними оригинальную флягу. Так что... Усказываю свое предположение. Я это говорю так, как... Не помню. Где-то на Ютубе какой-то я видел. Человек покупал точно такую же флягу. С Китая. Набор. И пытался в ней... То есть у него крышка сломалась. То есть... Ровно по кругу вот так... Отскочил как пробка. У нас еще дал трэч, но по кругу пошла. И он купил... Оригинальную флягу НАТОскую где-то. Угу. И пытался ее соприсовывать, но он туда не залазил. В принципе, это может быть только у его экземпляж так быть. Может... Так же это может быть у всех китайских фляжек. Так... Открываем. Получается вот такая вот фляга. Здравствуйте. Выглядит так все более красиво, цивильно. Ни глаз... Ни за что не цепляется. С внешней стороны делаем, в принципе, все аккуратно. Здесь тут чехол... Чехол чуть-чуть, чтобы маленько грязноват. Какая-то помарка есть, но это ладно. Так... Осторожно. Раленький. Все окей. Только дырка не по центру. Ну, я думаю, тоже немного как влияет. Давайте попробуем закрепить эту флягу Вот он мой многострадальный рюкзак В принципе ношу его уже сколько Я полностью доволен, никаких нареканий на него нет Так, отстегиваются они Отстегиваются вверх И давайте попробуем сюда прикрепить Туговато ходят Эклипсы Должно разработаться, как я понимаю Так будет ходить нормально В принципе вот Как бы я прикрепил Я немного неправильно прикрепил их Надо было Ладно В принципе она даже крепится на Моле крепления Так что она Болтается во всё То есть при желании можно здесь Переделать и на Моле Крепление сейчас сложно в этом нету Ну или просто использовать Немного другие клипсы Самодельные Чтобы он так не елось во все стороны Так Давайте в принципе Пока что Налью я воды флягу Ну пробоем маленько её Налью сюда воды Она постоит Аэро где-нибудь час Около того Посмотрим есть ли какой-нибудь у неё вкус Отдаёт ли флягу Чем-нибудь в воду После того как я промыл флягу Из неё полностью пропал Какой-либо запах И после чего я налил в неё Воды Простояла она так Примерно где-то Ну час-полтора Ну даже чуть меньше Час двадцать Ну открыв попив Я никакого привкуса Из фляги не ощутил Но подвела Крышка Крышка Точнее уплотнительное Кольцо Пока Палароновая Вставка Тут в крышке Для уплотнения И Если крышку чуть не докрутишь Она начинает протекать Закручивать тебе надо со всей силы Что из духу И И После того как это закрутишь Плотно Если руки у вас Плотные Влажные И там мокрые То открыть её Становится практически невозможно Приходится открывать Или рубашку Или какую-нибудь платочку Тряпочку Ну в принципе с этой проблемой Мы знаем как бороться Здесь надо вырезать Кружочек Из пробки Из вина Или шампанского И Поменяйте Ну вот эту Прокладку И будьте нормально Так же Измерил я объём её Примерно Залился Две чашки Поллитровые Заполненные До бортика И Фляг где-то была Примерно Под горлышко Заполненная В принципе До горлышка Её объём Литр За горлышком Ещё где-то Миллилитров пятьдесят Встаёт Кстати На Алиэкспресс На странице Товар Было написано Что она имеет Объём пятьдесят миллилитров Пятьсот миллилитров Я просто знал Когда заказался Но понял что Это продаётся Ошибся Или он указывал объём Вот этой Вот этой Подкотельника Сам подкотельник Да Бортика Имеет Примерно Где-то Пятьсот 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 Или шестьсот Миллилитров А до вот этого Для клёпок Для клёпок Которые держат Ручки Где-то Как раз Выходит Поллитра Чуть больше Чуть меньше В принципе Я тоже Попробовал Налился воды Даже Вскипятил её На газу Ну Она как раз Остыла Попробовал Попил из неё Тоже Никакого Вкуса Ну Привкус металла Или железа Она не отдаёт На удивление Сделано всё хорошо В качестве Запахов И привкусов Ну В принципе Товаром я полностью доволен Ну кроме Вот этой Прокладочки И Ну И хотя бы Она не посередине Дырчика Для слива воды Идёт И Конечно Материал Внешний Я думаю При частом использовании Он быстро придёт Скорее всего Не в гоность А может и не придёт Не знаю Это уже покажет время Считай Думал Что он быстренько Крякнется В принципе Чехол Можно будет заказать Другой Или даже в принципе Оригинальный А Тайша Говорил Не говорил Сюда В этот Подкотельник Не подходит Оригинальная фляга Но Этого я не могу вам точно сказать Так как у меня нет Оригинальной фляги И И Проверить не могу В принципе В будущем У меня есть план Оригинальный Котелок Котелок Флягу И Сумку Под них В принципе Только тогда я смогу Сказать Точно Насчёт этого Так в принципе Фляга Наверное Самый Самый Нормальный Вариант Фляга Подкотельник Очень удобно Очень Компактно Конкурировать Вот так Компоновка могут Наверное только Чашки Ну есть бутылки Нелджин Кто знает Такие литровые И Есть тоже Как Нелджин Чашки Так и другого Производства Они так же В дно Вставляются И у них Есть небольшой чехол Как В принципе Как-то Вот так Если Какие-нибудь Будут проблемы С этой фляжкой Что-нибудь Личком Я Наверное Попозже Сделал ещё одно видео Поделюсь своим мнением Как показало себя Китайское качество В общем Как-то так Надеюсь Это видео вам понравилось Всем пока